Hi my students. Сегодня, как было намечено раньше, мы сегодня с вами поговорим о приборных подшипников, которые широко используются во всех приборах. Ну, например, из компьютеров, жестких дисков и дисководов во всех компьютерах. Почему мы сейчас слышим небольшой сумм? Понятно. Это потому, что работают подшипники. Работают, надо сказать, неважно. А почему-то. Потому, что точность выполнения диска. Потому, что смазка несовершенна. Потому, что материалы, колец не соответствующие. И поэтому появляется сумм. И допуски, соответственно, и посадки, и, соответственно, недостаточно отработки. Хотя, в общем, достигнет большой прогресс в этом направлении. И, как мы видим, что долговечность устройства, в частности, компьютеров, она, в общем-то, резко возрастла в последнее время. Почему такое стало возможно? Потому, что история показывает, что человечество внесло большой вклад в развитие подшипников и промышленности, науки, механики за последние 20 лет. Если обращаться к истории, то мы должны начать с классика, в которой занимались механикой движущейся, вращающейся тел. Это начиная, ну, пусть не с такой давности, а хотя бы столетней давности, это возьмем за 100 лет. Пан Каррель, допустим, занимался динамикой вращающихся тел, как твердых, так и жидких. И, так сказать, очень большой вклад в этом направлении, можно сказать, прорыве этого направления, это Софья Ковалевская. Софья Ковалевская, потом Пиано, для меня это теорема Пиано. В это же время работал, и во всей величине, что это Герц. Герц создал контактную теорию двух тел, двух упругих тел. Согласно этой контактной теории, он определил интегралы, соответствующие с правильником Гольба, путем решения которых он определил размеры диаметрии текла контакта, контакт с шариком, допустим, и колец с шариком с подшипом. Согласно этой теории, можно и сейчас, естественно, вычислять эти размеры эльфа контакта, лицо или контакта с шариком. Среди наших отечественных учёных следует выделить, это отец и сын Кослякова. Николай Сергеевич Косляков, механик генерины, и его сын Владимир Николаевич Косляков, который сравнительно недавно скончался, в 2009 году, четыре года назад. Они внесли очень большой вклад в расчёты и создание генери-компасов. В частности, вот сын Кослякова Владимира Николаевича, он впервые приглашил фронтарный генери-компас, который значительный по параметрам превосходил в Редине. Что касается теории среди наших учёных следов, это от Меттишлинского, академика Ишлинского, который предложил так называемую стержневую модель контакта. То есть, текло контакта, он развивал на много площадок, соответствующие стержням и души вглубь соприкасающейся поверхности. И на основе расчёта этих элементарных стерженьков он делал соответствующие вычисления по упругости и прочности этих подшипов. Ну, сравнительно давно уже был создан в России всесоюзный мир подшипников промышленности, который в Москве располагает. Следует отметить, там работают таких учёных крупных, как Ковалёв и Михаил Зинович Мородецкий, которые, в общем-то, написали в книге расчёт высокоточных подшипников общения Москва, машиностроения, вот, МИПП, расчёт высокоточных подшипников машиностроения 75-й год, Ковалёв, МП, Мородецкий и Михаил Зинович. Здесь в строгой, красивой форме на основе уравнений механики, уравнений Литона, просмотрены основные характеристики подшипников приборных, высокоточных, высокоскоростных подшипников и качевников. Шариков. В основном. Среди этих характеристик, если это отметить, ну, про точность я уже говорил, и она характеризуется отклонением оси подшипника, девиации оси подшипника, погребу вращения. То есть, соответствующие процессы. Энергопотребление, то есть, потери мощности подшипников, долговечность, скорость предельная, грузоподъёмность, как статическое грузоподъёмность, так и динамическое. И вот достижения на Западе, если я так имею в виду, тоже в США, тоже очень большое развитие получилась теория. Расчёт, особенно, когда с применением почистительных машин, очень большие и сложные пакеты программ разработаны были гуптой. Вот фирма гупта подшипниковая, там была разработана система по расчёту динамики подшипников шариков, подшипников скоростных. Вот гупта, как она пишется, вам покажу. Ну, соответственно, в этой библиотеке и флагерами вы можете найти некоторые работы по подшипникам. Вот сама геометрия подшипника. А здесь характерны пять основных элементов, ну, соответственно, их допуску тоже. Это радиусы дорожек качения R1-R2, диаметры по дорожкам качения R1-R2 диаметры шарика. Вот таким образом такие основные имена следует отметить для поиска этой литературы, соответствующие, когда вы будете заниматься. Это касается дипломников, студентов, аспирантов и докторантов. В настоящее время в настоящее время в США создана так называемая интегральная система по анализу динамики подшипника. IBDAC S IBDAS Integrated Building Greenowitz Anality System Вот здесь охватываются все вопросы. Вот теории, самые сложные теории до производства, до технологии, до процесса производства, до разработки рабочих чертежей этих подшипов. Дальше следует отметить что? Что в современном виде контактов теории тоже потерпело большие изменения. Во-первых, было показано в труда МВТО, если посмотреть, то там есть статья, что все инженерные приложения, которые мы пользуемся, в частности вот на Родесской и Палжиной по определению пятна контакта шарика с дорожкой качели, они все эти теории выражали первое приближение решения этого интегрального ранения качели. Кроме того, они не учитывали таких вопросов, как гидрия шарика и дорожки качели. Поэтому создываем в настоящее время еще три теории. Но я в них это уже очень сложные теории, хотя в общем они развиты довольно-таки широко. И сравнение приводится теория Депса и этих трех еще теорий контактов, которые учитывают уже адгезию и прочие такие тонкие характеристики. Дальше Дальше мы по плану пойдем. Что касается этой теории, что касается теории, то как ее проверить? Долго мы думали над этим вопросом и в конце концов поставили обратную задачу теории подсчеток. По этой обратной задаче мы пытались определить радиусы дорожек качения, фиксировали определенный допустим радиус внутреннего кольца и диаметр шарика фиксировали и находили радиусы дорожки качения допустим наружного кольца. Чтобы сразу все параметры менять, меняли по одному параметру и просчитывали по тем пакетам, которые есть у нас по современным этим пакетам. Так вот, когда мы это дело все просчитали и изготовили подшипник согласно этим пакетам, что они нам дают, фактически задача оптимизации решения, то оказалось, что эти подшипники не работают способом. То есть они либо разваливаются в ходе работы, либо их вообще собрать не важно. Поэтому чтобы сделать то, что эти сети в итоге работают только для красоты. В реальной практике все совершенно не сходится. Поэтому применяется экспериментальный метод уже отработки подшипников. Имеется на основании стандартов, которые тоже созданы на основе экспериментов. На основе этих стандартов ведется совершенствование экспериментами. Поэтому для работы дипломников, для работы аспирантов, особенно докторантов, здесь богатые поли деятельности. Следствие отличия, что один из учеников Михаила Зиновича Зинародетского, он в дальнейшем переехал в Бразилию, он развивал теорию детства до такой степени, что учитывал шероховатости колец и шариков до самых пиков вот этих шероховатостей и контактов между этими пиками. Учитывая контакты между этими пиками. То есть так называемые контактные вспышки, которые появлялись там при запредельных конечно напряжений, которые там возникают, даже при малых давлениях, когда число этих выступов маловато на дорожке на шарке, тут получается там микро вспышки. Вот он это учитывает. То есть теория идет очень глубоко. Но когда начинаешь ее татовать справ, то здесь конечно много. Поэтому еще развитые по мнению экспериментальных теоретические работы направлены на эвристическое конструирование этих подшипов. Я еще вот замечу про теорию про контактную сфорь. Что касается контактной теории, то здесь было следующий момент. где раздает контакты если мы рассмотрим два контакта с наружным кольцом и с внутренним кольцом, то в силу того, что диаметр наружного кольца больше, чем диаметр внутреннего кольца, то при одинаковом размере шарика пятые контакты оказывались в реальных подшипниках разными. поэтому мы предложили заговор в филиале подшипников промышленности высказал идею такой Валерий Евгеньевич и Маев, главный конструктор подшипников подшипников и он выделил идею, что чтобы уравнять эти площади в пятом контакте с наружным и с внутренним кольцом шарика. Ну, соответственно, их формулы были выведены у нас в расчетной группе и мы предложили такую заявку. И, соответственно, заявка прошла. И теперь уже радиус, допустим, наружного кольца выбирает он не равный радиус внутреннего кольца, а отличающийся, поскольку могут подровнять эти контакты. И также было это сделано с учетом числа шариков и отрешения статического напряжения на этих шариков. Вот такое направление было. То есть равнопрочные становятся контакты при этом наружу и износы стойкости одинаковые примерно внутреннего и наружного кольца одинаковый износ, что повышает, конечно, долговечивающие все эти способности. Что касается дальнейшей юристической проработки, здесь очень большая перспектива представляет, например, такие юристические методы, как выбор числа шариков в соответствии с числом и фибоначи, эти методы занимаются. Также никто не занимался выбором специальной формы дорожек качения, например, не цилиндрических запись, не цилиндрических, а другой формы, специальной формы, например, окривой Падера, так называемый. И также выбор диаметра шарика в соответствии с дорожкой качения, в соответствии с теорией золотого сечения, теоретической теории золотого сечения. Этим тоже не заниматься. Но эти юристические методы считаем перспективными для дипломников и астратов. Проработка этих методов очень важна, поскольку теория, конечно, очень сложная, особенно наследие со смазкой. Если взять подшипник со смазкой, то там еще гидродинамика добавляется, кроме механики, числа шарика, оборотов, вращений, трений, качений, трений и скончений, еще набегает смазка. Поскольку смазка еще дышит со временем, ее реологические параметры сильно изменяют по со времени, то тут уже задача непосильные получаются даже для сих проблем. Но если даже сосчитать, то те приближения, которые будут рассчитаны эти параметры, они на практике также не состыкуются с экспериментом. Поэтому вот эти трудности заставляют проводить экспериментальные отработки. Вот что касается смазки смазки. Вот когда мы смазку подбираем, то наиболее перспективной является смазка металлоплокирующая. То есть она заглаживает все неровности выступы на поверхности дорожки скачения, шарика. И соответственно когда мы отбираем эту смазку, то туда добавляются вкрапления вот этих металлоплокирующих объединений. Какой сплав выбрать металлоплокирующих? Какие размеры должны быть частиц при переработке этих подсектов? Вот это все делается экспериментально и еще с оптимальным соотношением. Вот например покажу как в нашей занятии в одной было сделано это для конкретного подшипника. Что это будет видно? Вот. И было видно, что минимальное потребление мощности подшипника определяется, находится при определенном размере вот этих частиц. То есть при времени преработки и соответствующих частиц 0,8 и 3 микрона металлоплотирующих частиц. И при процент добавки 32% металлоплотирующих сверхпластичного сплава эстетического места. В смысле, не совы. Вот. Это большой, конечно, коллектив делал эту работу. Здесь стоит отметить процент Александра Ивановича, которым возглавлял расчетную группу Лефёдов Виктор Васильевич он инструментальные работи провел. Вот эти измерения на стендах. Расчетная группа сотрудников Севаркян и Ваш походный хуба. Вот. Также вот слежит отметить кроме этого ну вот мы подобрали смазку, вот мы подобрали материалы шариком, материалы колец. Теперь нам надо собрать этот подшипник. Как его собрать? Здесь и сепаратор видите часто. Я про сепараторы вообще не говорю, у меня это все проблемы. К смазке если добавляешь все в сепаратор, то он на динамик очень и на долговечие что-то очень сильно сказывается. Поэтому для скоростных подшипников когда сандровизной силы шариков не летит, то выгодно применять здесь сепараторный подшипник. но тоже специально нужен способ собрать как собрать сколько шариков и какой зазор нету шарики. Здесь также предлагается в этом дебюльтене я номер не покажу, а вы увидите в интернете. Вот класс R16C вот авторы у которых я вам перечислял легкий расширок и дебюльтене в официальном форме который вот в этом свидетельстве и приведет. Что хотелось еще сказать что вот юристические методы экспериментальные методы но также не следует сбрасывать со счетом прогресс в области теории реологии смазки трибоники направления Крагельского они все-таки идут они своим чередом идут но здесь несложности конечно ожидать результатов сложно поэтому уклон такой что больше нужно уделять внимание юристические метры реконструированные а там же экспериментальные ну след отмечу вовне ИПП разработана также система тоже САПР приборных подшипников которая в общем-то не уступает своей американской системе программ пакета американской программ вот таким образом про подшипники мы все не поговорили на этом мы получим всего вам доброго спасибо за внимание до следующей пакет пакет по